Приветствую вас, Елена. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Собственно, в вашем описании проблемы нет, как мне кажется, главного, а именно запроса. То есть, чего вы хотите от психологов, да? То есть, вот, собственно, вы описали проблематику свою и что вас беспокоит в целом ясно, в целом понятно, что вас беспокоит и что вас треводит. Но, чего вы хотите? Этот вопрос остается без ответа, как мне кажется. Потому что, ну, есть вот, я бы сказал, есть некоторая проблема, да? Вот, есть определенные сложности, безусловно. У вас есть определенные сложности. Ходить это чего? То есть, понимаете, можно обвинять людей. Ну, можно, ну, обвинять людей, вот, ну, которые, которые, вот, с вами не общаются, которые с вами не хотят общаться. Вот, можно, можно обвинять людей. Это правда. Вот. Но, можно обратить внимание на себя. То есть, можно обратить внимание на свои, ну, на свои собственные переживания, на свои собственные чувства, на свои собственные эмоции, на свое поведение. Например, когда ваша подруга сказала о том, что у вас много негатива, а она хочет только позитивно, ну, только позитив иметь. При взаимодействии, вот. И вы никак это не прокомментировали, на мой взгляд? То есть, если негатив, то чем он стал? У вас. О том ли вы говорите? Вот. Мне кажется, что у вас прослеживается такая попытка опереться на других людей. Ну, в чем-то опереться на других людей. У вас прослеживается попытка переложить на людей ответственность. Ну, за вас, да, за то, что вам с собой, может быть, некомфортно. Вот прослеживается вероятно такая вот попытка, такая стратегия поведения у вас. И я это говорю безусловно не с целью как-то вас обвинить. Я это говорю не с целью вас задеть. Вот. Ни в коем случае. Я это говорю скорее с тем контекстом, в том контексте, чтобы вы постарались увидеть этот момент. Чтобы вы постарались заметить этот момент. Вот. Чтобы вы постарались обратить на него внимание, что вам с собой некомфортно, что вы чувствуете себя брошенной, отвергнутой, вероятно. Вот. И этот момент является, как мне кажется, одним из определяющих. Вот. Как мне кажется. Повторюсь. Это момент, в котором вам больно от того, что вы одна. Вот. При том, что вроде как вы не одна, при том, что вроде как у вас есть ребенок, при том, что вроде как у вас, ну, наверное, есть муж. Хотя, этого безусловно, я не знаю, есть ли у вас муж или нет. Вот. Может быть у вас только ребенок. Но, тем не менее, это достаточно важно здесь. Как мне кажется, истоки, корень, если угодно, данной ситуации тянется еще вот с того момента, когда вы до переезда общались со своими друзьями. Почему-то они, ваши друзья, не обвинили вас и предполагали, что общение может быть то только вот если вы будете приезжать. Ну, как бы, к ним. Что, конечно же, является, ну, игрой в одни ворота. Но, почему-то, почему-то это стало возможным. Почему-то так случилось. Почему-то так произошло. И я думаю, что вы изначально, вероятно, позиционировали себя ниже, чем, ну, вот, чем ваши друзья. То есть, ну, вот, чтобы вы позиционировали себя ниже. С чем это связано? Честно говоря, сказать мне однозначно, словно, вероятно, у вас есть какой-то свой опыт. Ну, вот. И этот опыт вы, как мне кажется, продвигаете сейчас. То есть, ну, пытаетесь, например, доказать, что вы важны, что вы ценны, да, пытаетесь вот доказать свою ценность. Вот, но, блин, не совсем получается у вас это сделать. Или вообще не получается у вас это сделать. И мне кажется, что это важный момент. Мне кажется, это важный момент. Для того, чтобы вам увидеть вот этот ресурс в свой world, увидеть возможность для роста, что вы всегда вот, ну, обеспечивали. Ну, изначально. Изначально вы всегда обеспечивали. Вот как-то так. Я думаю, можно вам ответить на вашу историю. Итак. Моя проблема стоит в том, что я слишком привязываюсь к людям после расстояния долго схожу. Ну, привязываюсь к людям, которые смотрят на этих самых людей как на тех, кто выше него. Вот. Понимаете, что здесь в какой-то степени все просто бомба пошло. Вот. Почему-то вы на людей смотрите так, а вот они выше вас. Почему-то. Я не знаю почему. Но выглядит это именно таким образом. Долго сходите, потому что опять же не полагаетесь на себя в контексте отношений. В контексте отношений вы полагаетесь на людей. Как мне кажется, стараетесь ориентироваться на их интересы. На интересы людей. Вот. Если вы понимаете, что я имею в виду. Почти два года нахожусь в декрете. Когда я вернулся из роддом, у меня прикладывают сообщения почти со всеми людьми из жизни дома. Ну, тут у вас история про еще, значит, про замужество. Насколько ваш муж вам близок. Насколько у вас хороший, ну, удовлетворительный, скажем так, для вас отношения. Вот. Удовлетворительные для них. Вот. И, собственно, выстраиваете ли вы такие отношения с мужем, чтобы он мог быть вам другом. Вот. Потому что если нет, то вам, конечно, тяжело, вам тяжело добраться. Вот. Это неприятно, да, но тяжело. Жизнь до или после возникает, опять же, по ряду причин. При моей ближайшей подруге, с которой мы дружили не один год, просто пропали. Не было никаких обликтов. Они просто вычислили меня из своей жизни. Я думаю, это связано именно с тем, как вы себя представляете. То есть, ну, если вы себя презентуете, вот, как ценного достаточно человека, да. То есть, если вы воспринимаете себя как ценного человека, то подруги вас тоже будут воспринимать так. Если вы искренне с ними, то и подруги воспринимать будут вас так же. Ну, а если вы позиционируете себя как человек, извините, грубо, может быть, слово второго сорта, если вы смотрите на них снизу вверх, то, конечно, отношение к вам будет не лучшим образом. Вот. И это значит, что общего между вами и подругами было, ну, мягко говоря, общего было немного, раз они так с вами быстро потеряли контакт. Вот. С другой стороны, там нужно смотреть, как в целом вы выстраиваете общение, вот, и нужно смотреть, что вам интересно. Ну, вообще, позитивно. Потому что, если вам не особо чего интересного, вот, то, ну, неудивительно, что подруги общаться с вами не хотят. Вам ведь нужно, нужно, нужно интересовать людей, вот, чтобы с вами хотелось общаться, а не просто так. Вот. Поэтому, на мой взгляд, это, на мой взгляд, достаточно важно. Тоже. Дальше. Эээ, идём. Вы пишите, эээ, так, я пытался проявлять инициативу, но мне советливо отвечали, мол, позже в третьем, но позже не вступало, а я пытался сказать, как проявляли инициативу, и, собственно, зачем. Я, между собой, ничего не общаюсь. Прослужит два года, а у меня совершенно не расследование, как мы с вами общаемся. Диалог, о сфере, как он, естественно, был меня брать. Это про боль, непрожитую, то есть у вас много непрожитой боли. Это касается не только, а это, не только, их касается, это самый яркий пример. У меня, например, до сих пор обожаю, что я ныне общаюсь с коллегами, хотя объективно понимаешь, что я скажу, лежит рабочее отношение, просто столько времени проводили вместе, создавалось ощущение семьи. Я думаю, что здесь вы на других людей перекладываете свои потребности в защищенность, защиту. Вот, сами, сами вы себя, получается, защищаете. Не лучшим образом, к сожалению, сами, может быть, вы себя защищать не умеете или не хотите, а может быть, не привыкли. Вот, и полагаетесь на других людей. То есть это всё история, по сути, про то, что вы полагаетесь на других там, где надо бы полагаться на себя, да? То есть, например, искать друзей, людей, коллег, конечно, можно, но это коммерческая деятельность. И люди свою коммерческую деятельность с этими силами хотят сделать более приятное, что нормально, что естественно. Вот. Но это не значит, с вами будет общаться. Но это определенно значит, что вам это вообще не хочется. Вам нужна ощущение семьи. Семья – это защищенность. Защищенность – это личные границы. Они у вас, как мне кажется, перемежаются между полной закрытостью, и полной открытостью, вот. Или полной, вот как ещё можно сказать, да, такой слепой верой в людей, вот. Да, может быть, вы со мной не согласитесь, ну, вот, может быть, вы, может быть, у вас другая есть, ну, вот, другая точка зрения, наверное, вот. Тем не менее, я это вижу вот так. Я это вижу вот, ну, примерно вот, ну, примерно вот, ну, таким образом. Я это вижу так. Вот. Значит. Дальше. У меня уже был период, помню, смены круга общения, когда мои друзья с родителями приехали, у меня было семья, с моими друзьями стали в старом городе, общались, хотели столько произносить, слабую к ним ездить, в итоге все зашло на нет. Мне было очень плохо, казалось, что мне там семья стоят на да, это ощущение брошенности. Ну, конечно, вам, безусловно, дает здесь, ну, дает это ощущение брошенности вам здесь о себе знать, вне всякого сомнения, вот, вне всякого сомнения. Другой вопрос заключается в том, как вы, вот, приходите к этому. То есть, я имею ввиду, как вы, ну, подошли к этому вопросу, к вопросу о том, что он чувствует себя брошенной. И, вот, мне кажется, это, такой, достаточно важный момент, на котором вам надо бы обратить внимание. Потому что, потому что, вы не будете так, как мне кажется, себя чувствуете, чувствуете, ну, вот, такой, брошенной, да? А, вы, повторюсь, еще раньше, как мне кажется, к людям, ну, тяготели. Вот, хотя, понятное дело, что я могу быть не брат, я могу ошибаться. Далее. 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 Так, а, значит, моя жизнь не остановилась, а, ну, по-моему, шли переживания той компании. Они не понадобятся склеить и беспокоятся про меня, но эта компания рассталась, и они не общаются между собой. Ну, мне кажется, что это больше про характер общения, вот, мне кажется. То есть, мне кажется, это больше именно, вот, про характер ваш, ну, вообще взаимодействие между людьми, вот, мне так кажется. Я думаю, что, если они не общаются, то, ну, как бы это, вот, как мне кажется, свидетельствует о том, что не так уж и много, ну, не так много их сказывало. Вот. Ну, не за собой, вот. Ну, не за собой, вот. Ну, не так много, не так много вас сказывало, может быть, понимаете, в чём, ну, в чём, в чём штука, вот. Поэтому я бы на это обратил бы внимание, в первую очередь. Вот. Дальше. Сейчас опять тоже самое, у меня чудесная семья, в целом много дел, я считаю себя выброшенной из соц, и мы все равно оказываемся быть по другу. Мне кажется, связано с тем, что вы не реализуетесь, потому что, э, обычно реализация способствует установлению, э, ну, вот, прочных, э, связь с людьми. Да. Вроде бы вы работаете. И, возможно, работаете вы, потому что вам интересно. Но, мне кажется, мне кажется, что вы не развиваетесь, а, грубо говоря, опираетесь. Или, может быть, пытаетесь опереться на людей, вот, которые рядом с вами находятся. Вот. Если это так, то это, может быть, проблемы. Дальше. Так. Я заложил, много знакомств, они не перекрываются старые. Что это значит? Хочу раз показаться на подругу, с которой мы вообще дружили до самого детства своих чувствах. Было очень одиноко, на первых местах секрет, мне нужна была поддержка. Насказалось, я не сонегативу. Я думаю, что вам здесь нужно посмотреть, как вы выражаете свои чувства и научиться навыкам конструктивного общения. В этом может помочь психолог, психотерапия, как это может помочь вам подняться с наценки и научиться работать со своими чувствами, чтобы более актуально их выражал. На этом всё, надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой.